Всем привет, друзья! Сегодня вы узнаете о 10 самых дорогих постройках мира. Какие-то из них попали в этот список благодаря масштабности задач, а какие-то из-за человеческой жадности и глупости. Если вы хотите узнать, какая плотина замедлила ход Земли, как влезть в долги на 100 миллионов евро, ничего не сделав, и как один голос решил судьбу самого дорогого объекта в истории, смотрите до конца. Гостиница Marina Bay Sands. 5,5 миллиардов долларов. Самое большое автономное казино в мире. Открытый в 2010 году курорт Marina Bay Sands успел стать визитной карточкой Сингапура. Во многом благодаря смелому архитектурному решению. Три гостиничных башни по 55 этажей каждая выполнены в виде большой колоды карт. Башни соединяет терраса площадью гектар. В комплексе самый длинный в мире бассейн со 146-метровым исчезающим краем, расположенный на высоте 191 метр над землей. Ну а главная приманка для туристов – самое большое автономное казино мира с 500 столами и 1600 игровыми автоматами. Третий энергоблок АЭС Олкилуота. 9-10 миллиардов долларов. 17 лет неудач. Тендер на постройку третьего энергоблока выиграла французская компания АРЭВА. И это был не лучший выбор. Во-первых, проект был готов всего лишь на четверть, но об этом узнали спустя несколько лет. Во-вторых, в попытках сэкономить искали субподрядчиков подешевле. Результат предсказуем. Например, плита фундамента, которая должна была выдержать вес всей конструкции, оказалась самого низкого качества. Спустя год строительства регулятор обнаружил в процедурах оборудования и комплектующих более 700 несоответствий технике безопасности и проекту. В 2008 грянул мировой кризис, а в 2011 авария на японской Фукусиме, что поставило достройку АЭС под угрозу. И лишь спустя 17 лет, 23 апреля 2022 года, третий энергоблок начал вырабатывать электроэнергию. Ожидается, он будет покрывать около 14% общего потребления электроэнергии в Финляндии. Аэропорт Берлин-Бранденбург – 10,7 миллиарда долларов. Строительство этого аэропорта еще не началось, а уже образовались долги в 100 миллионов евро. А сам он стал немецким символом коррумпированности и неэффективности. После объединения Германии возникло понимание, что новой большой стране нужен новый большой аэропорт. Был найден участок возле Берлина. Предполагалось, что его выкупят два концерна, которые возьмут на себя основную часть расходов. Однако неожиданно против этого выступил мэр Берлина, и государству пришлось заплатить по 50 миллионов евро неустойки каждой. Строительство началось в 2006 году, а уже в 2010 компания-проектировщик обанкротилась. С исками постоянно выступали местные жители, и иногда им удавалось добиться своего. Например, к смете строительства добавилась установка звукоизолирующих окон в домах по соседству. Стремление закончить поскорее этот имиджево важный проект приводил к халтурам и необходимости постоянно их переделывать. После всего этого не удивляешься, что когда аэропорт 31 октября 2020 года наконец открыли, на следующий же день Германия ушла на тотальный локдаун из-за коронавируса. Аэропорт Пекин-Досин. От 12 до 17 миллиардов долларов. Самый большой зал в мире, уникальный дизайн, 11 населенных пунктов, снесенных ради строительства. Это все про китайский аэропорт Пекин-Досин. А построили его из-за того, что 70% воздушного пространства Китайской Народной Республики принадлежит военным. Поэтому в основном аэропорту Пекина Шоуду возникали проблемы с перенаправлением трафика. Ради исправления этого и был построен новый аэропорт – Досин, с территорией 700 тысяч квадратных метров. Ради его постройки были снесены 11 населенных пунктов, пересланы тысячи людей. Площадь главного терминала составляет 26 квадратных километров, однако к центру терминала из любой его точки можно добраться за 9 минут. Но больше всего внимания привлекает форма аэропорта. Он похож на большую морскую звезду. Британский архитектор Заха Хадид за этот проект получила престижную притскеровскую премию, став первой женщиной-лауреатом. В настоящее время аэропорт, открытый в 2019 году, уже занимает второе место в мире по загруженности. Комплекс Абрадж Альбейт – 15 миллиардов долларов. Самая высокая гостиница в мире, самые большие и самые высотные часы в мире, самый большой и к тому же позолоченный – полумесяц. Это все про комплекс из семи высотных зданий Абрадж Альбейт. Он был открыт в Мекке в 2012 году. Правительство Саудовской Аравии пыталось решить проблему размещения паломников, ежегодно пребывающих в Мекку. Самая высокая башня, она же отель, способна разместить 100 тысяч постояльцев. На ее вершине установлен 83-метровый шпиль, увенчанный самым большим полумесяцем, массой 107 тонн и диаметром 23 метра. А 160 мощных громкоговорителей распространяют призывы к молитве на 7 километров. Ведь строительство здания было вызвано именно религиозными потребностями. Впрочем, в комплексе есть квартиры для постоянного проживания, а также торговые центры и залы для бизнес-конференций. Мост Гонконг-Макао от 15 до 20 миллиардов долларов. Самый длинный в мире мост, 55 километров, соединяет китайские города Макао и Гонконг. Правильнее говорить о транспортном комплексе Гонконг-Макао, ведь в структуру входят подводные туннели и подъездные стакады. Длина основной части моста составляет 29 километров 600 метров, и на нее потратили в 55 раз больше стали, чем потребовалось на сооружение Эйфелевой башни. Сюда входит главный мост длиной почти 23 километра, три секции вантовых мостов, а еще два искусственных острова, между которыми проходит подводный тоннель длиной 6,7 километров. Он прокопан на глубине 48 метров и, предполагается, прослужит 120 лет. Данный туннель – единственный в мире, проложенный в открытом море. Строительство моста заметно ускорило сообщения между Гонконгом и Макао, наиболее глобализированными городами Китая. Ранее на дорогу между ними уходило три часа, а после открытия моста это время сократилось до получаса. Евротоннель. От 15 до 22,5 миллиардов долларов. Подводный тоннель между Францией и Британией – самый длинный подводный тоннель и самый длинный международный тоннель. Но не самый везучий. То война, то банкротство. От замысла до открытия прошло 192 года. Идея строительства подводного тоннеля между Францией и Великобританией была выдвинута еще в 1802 году. Однако его строительство постоянно откладывалось. В основном по политическим причинам. Потребовалось полтора века, чтобы окончательно исчезло былое недоверие Британии и Франции. В 1973 году строительство все-таки начали, но уперлись в нехватку средств. Еще 11 лет ушло на то, чтобы правительства двух стран решились на привлечение частных инвесторов. В 1994 году тоннель открыли, а уже в 2006 началась процедура банкротства. За 13 лет управляющая компания накопила свыше 9 миллиардов долгов. В этот раз от банкротства отбились, но угроза эта продолжает висеть над одним из самых амбициозных проектов 20 века. Большой бостонский тоннель. От 15 до 23,1 миллиарда долларов. Несмотря на скромное место в нашем рейтинге, Большой бостонский тоннель установил сразу два рекорда – мировой и США. Дорожные маршруты в Бостоне сложились еще в 19 веке, и понятно, что с возросшими объемами дорожного движения в 20 веке они не справлялись. Из-за плотной городской застройки им пришлось искать нестандартные решения. То, что получило название тоннеля, на самом деле целая система сооружений. Подземный тоннель, подводный тоннель, трасса, вантовый мост и даже линейный парк для озеленения. Пришлось использовать множество нестандартных решений, например, замораживать грунт и потом уже вести строительство в нем. Как часто бывает, стоимость работ превысила изначальный проект в несколько раз, и бостонский тоннель стал самым дорогим дорожным строительством в США. А построенный во время реализации проекта вантовый мост на 10 полос стал самым широким в мире. Электростанция «Три ущелья» — 30-60 миллиардов долларов. Открытая в 2003 году плотина замедлила ход Земли. Гравитационная плотинная гидроэлектростанция «Три ущелья» расположена в китайской провинции Хубей и является мировым рекордсменом. Во-первых, это самое тяжелое сооружение мира — 65,5 миллионов тонн. Во-вторых, это электростанция с самой высокой установленной мощностью в мире — 22,5 гигаватт. Различные эксперты оценивают стоимость постройки трех ущелий в широком диапазоне от 30 до 60 миллиардов долларов. Как бы там ни было, а китайская ГЭС уверенно входит в число 10 самых дорогих построек мира. Но главное — это, пожалуй, единственная постройка, которая повлияла на движение Земли в космосе. Ученые НАСА подсчитали, что поднятие огромных объемов воды на высоту почти 200 метров привело к замедлению движения Земли. Таким образом, в сутках прибавилось 0,06 микросекунды. Ну а в случае аварии на станции в зоне подтопления окажутся 360 миллионов человек. Надеемся, этот рекорд не будет установлен. Международная космическая станция — 150 миллиардов долларов. По-настоящему космические затраты. Международная космическая станция является абсолютным рекордсменом Книги рекордов Гиннеса как самый дорогой объект, построенный человечеством. Пилотируемая орбитальная станция весит 440 тонн. Ее длина — 109 метров, ширина — 73 метра, высота — 27 метров. Используется для космических исследований по биологии, физике, астрономии, космологии и метеорологии. А ведь судьбу этого проекта решил один голос американского конгрессмена. Строительство началось в 1984 году и продолжалось 14 лет. Изначально проектом занимались США, Япония, Канада и Европейское космическое агентство. Когда оказалось, что стоимость проекта слишком велика, присоединиться к проекту позвали Россию. И все равно затраты были так велики, а перспективы так неясны, что в 1993 году Конгресс США всерьез обсуждал прекращение работ по строительству МКС. Решение продолжать было принято преимуществом всего в один голос. В 1998 году станция была собрана и выведена на орбиту. В настоящее время согласована ее эксплуатация до 2024 года, но уже рассматривается продление работы до 2030 года. Международная космическая станция — это отличный пример того, как, объединившись, страны мира могут воплотить по-настоящему космические проекты. Это был наш ТОП-10 дорогих построек человечества. Данный список, скорее всего, будет меняться. Прямо сейчас осуществляются проекты, итоговый бюджет которых может составить десятки миллиардов долларов. Каждый год приносит много нового и интересного. Всем до встречи!